Это в ушах прикольное. А у меня нет. Я тебе завидую. Клево. Потому что музыку слушать лучше. У меня хорошая музыка играла. У меня в ушах два варианта, точнее, три варианта. Это либо слушать тебя, либо слушать Стаса, либо музыку. Очевидно. Очевидно. Давай не будешь продолжать. Просто, типа, оставь это додумать зрителей. Додумают наши зрители. Да. Что лучше всего слушать из этого всего, правильно? Еще можно BTS-ов слушать. И для этого надо, как вот, уши снял, и все, и слушаешь. Тут у нас ходят люди. У нас движ что-то, ну, все нормально. Да иди, иди. Ты уже спалился, и все нормально. Пошел, Женя. На сцену уже... А, все. Ловили Вичи Гейминг, да? Ну, да, да, будет, будет. В конце игры, конечно, будет. Женя постарается кого-то дернуть, у кого-то спросить что-то. То есть, это однозначно. Ну, учитывая, что на сцене есть только два человека, которые разговаривают по-английски. Это вот этот вот первый. И второй. И уже второй. Да. Там, да, то есть, с кем-то из них, скорее всего, будет общаться Женя. Да, но у нас, если что, третья решающая игра. За выход в финал Венеров между Invictus Gaming и... За выход в Гранд Финал. В Гранд Финал, да. Точно, точно. В финале Венеров они уже есть. Да, да. Это битва за попадание в топ-2. И параллельно на четвертом канале. Далее, еще раз вам напоминаем. Тим Тинкер против Клауд Найн. Там тоже идет вторая карта этого малого финала Лузеров. И там очень долгий день и для Клауд Найн, и для Тим Тинкер. Но суть в том, что там 2-0. Тинкера пока ведут на второй карте. И 1-0 по серии. Впереди команда Клауд Найн. Так что смотрите, смотрите канал StarLadder 4. Еще раз напомню, там вы можете посмотреть матчи той серии. И завтра вам сразу напомню, что в 11 утра мы начинаем с финала Лузеров. И в 2 часа дня. Непривычно рано. Но сделано это, я думал, что для того, чтобы загрязать с Венью. Но сделано было очень по-умному все. Потому что в 6 часов вечера будет финал Counter-Strike. Вот там. И сделали так, чтобы Дота, возможно, в этот момент уже закончилась. Чтобы было зрителей много и на Доте, и на КСе. Да, это громко. В одновременно не было 2 финала. Финал ПГЛ по КСу. В одном месте с нами проводится. Ну и я, если честно, мне очень нравится, когда турниры заканчиваются рано. И мне очень нравится. Я действительно в восторге от того, что турнир заканчивается не в час. Вечер есть. Потому что есть вечер. Когда хочется, просто напросто отдохнуть. Да, но у нас стандарт. Ква Паштурн вперед банем. Ответный бан от Twitch Gaming это Снайпер и СФ. Добро пожаловать в Доту. Фантом Лансер. Вторым пиком. И Медузу кричит. Сережа кричит. Давай Медузу. 320 минут. И, ребятки, до 4 утра мы сегодня с вами смотрим Доту. Все будет чудесно. Нет, Спирит Брейкер это, видишь. Тролль, Спирит Брейкер. Все нормально. Снайпер в бане, СФ в бане, Квапа и Шторм Спирит точно там же. Притом бан Квапа и Шторм Спирит намекал на то, что будет выбран какой-то герой, которому надо долго жить, к которому эти товарищи быстро добираются и проблемы устраивают. Ну, поэтому, вот, какой-то снайпер, например, да, против него очень хорошая клава. Слушай, ну а Шейкера нет чего в бане. Шейкера нет в бане, кстати, а его нужно банить. Его вообще раз будут банить, я думаю. Его нужно банить, его обязательно нужно банить, это абсолютно однозначно должен быть бан Шейкера. Потому что, во-первых, однозначно IG умеет играть Шейкером, а во-вторых, это же Шейкер против Фантом. Лансер, да. Да, много иллюзий, эхо-слэмчик и Лансер может скуклиться. На самом деле я видел, как А-Лайнс один раз, по-моему, убили Лансера. Это был Снайпер, Винга и Слардар. Сильно. 4 тысячи под минус армором, типа, просто нет. Это неплохо, да, и бедный не знает, что делать ему. Да, вот вы видите, опять-таки, стоит команда Вичи Гейминга, обсуждает, 357-й. Бывший, легендарный игрок легендарной команды E-Home 2009-2010, образца. На первом Интернешнл тоже играл за E-Home, занимал второе место, проигрывал у команды NIA в гранд-финале. С никнеймом QQQ я думаю, вы хорошо помните этого товарища. Ну, по крайней мере, я его помню очень хорошо. Ну, а вот он FY, который на пике. Я думаю, вы прекрасно знаете в лицо уже давным-давно всех игроков. И Гичи Гейминг, и IG, и LGD, очень знакомые ребята. Мы их видели сотни раз. Айс 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 Айс, который... В футболке Старладера. Оказалось, женат, я не знал, кстати, до этого Лана. Да? Да, но у него кольцо на правой руке. Я до этого Лана не знал, что он женат, у него кольцо на безымянном пальце правой руке. Вот только что даже было видно это в кадре. Я никогда не обращал на это внимание, оказывается. Женат у нас Дэрил. Тайд Хантер для Айс Айс Айса. Я вижу, что НС делает записи, потому что это уже... Это очень интересно. У нас Фантом... Все, надоело тебе, да? Ручка не пишет. У нас Фантом Лансер и Тайд Хантер в пике. Какие записи? Ты это пишешь, типа, день 127-й, мы все еще в порядке, в пиках появились Лансер. Мы не знаем, что делать, у нас упадок. Клауд Найн все еще играет. У нас впервые на этом турнире появляется Тайд Хантер, по крайней мере в матчах, которые я комментировал. Да и я сомневаюсь, что он вообще был. И впервые появляется Фантом Лансер. Так же, как у нас был впервые Шедоу Демоны, впервые Кунка, у нас этот финал Винроу приносит очень много интересных пиков. Будь здоров. Спасибо большое. Ну что, Лина, это опять Кири Лина? Да, ну такое. Ну, в принципе, тут набор простой. Или тролль идет в легкую, Лина в мид спирит брейкер сложную, или Лина Саппорт. И добирается герой для... В конце доберется герой для Бернинга. Мне не нравится Лина Саппорт. Вот серьезно. Да, это хороший герой, если это Саппорт такой, как у нас в первой игре Ландфинала в Бел Мизери. Да, сколько у нее там было? 26 тысяч Нетворца. Ну, такая Лина мне нравится. Это не Лина Саппорт уже, братья. Ну, это была Лина Саппорт. Не, могла начинать как Лина Саппорт, но... Да, закончила она как Лина Лина. Как мейнгерри, да? Закончила она просто как Лина. Ну что, 50 секунд. Вич и гейминг. Саппорт есть, есть мейнгерри, есть оффлейнер. Необходим еще мидер и еще один саппорт. Под Тайтхантера. А у Ешки больше не надо. Можно взять какой-то под сейв, кроме свапа для Ланцера. Может быть, Дазл какой-то... Давай. Я видел это. Давай. Это Ланцер, Дазл, Винга в трипле. Это просто... Не, ну это не то. Короче, это просто... Прыжок вперед и подхил. Все. Не, я понимаю. Да, это круто, кстати. Это Овнич тотальный. Это нереально круто. И они, кстати, могут добрать этого Дазла. Слушай, это в натуре крутая трипла. Да, это просто Доппельганг подхил. Он одобряет, одобряет. Инвокер. Боже, Вич и Гейминг. Трех героев взяли, которые впервые появляются вообще на Лане. Ну, еще надо одного. Кого? Кого? Кто еще не был у нас на Лане? Ну, нам нужен Саппорт второй. Дарксир. Что? Ну, его не было? Кристал Мейден. Кстати. Или... Где Леон, мать вашу? Ни в бане, ни в пике. Где Леон? Он, его нет в китайской мете. Да. Там другая мета. Леон по-прежнему самый пикабельный герой этого Лана. По-прежнему у него. Его чаще всего пикали. И где те, кто его пикали? Не знаю. Вот, кстати, вот тут я. Вот. И у ВГ, и у Айджи самый популярный герой его. Договорились, значит. Не знаю. У нас Вов не шчет. Не, ну это реально. То есть... Что? Почему так? Почему так? Не банят, а не пикуют. Ну, значит. Ну, вот, да. Леон. Чаще всего на первом месте он. Минус. Брюмастер. Почему Брюмастер? Зачем Брюмастер? Варваторов убирают. Герой хороший просто. Да, это... В итоге нет плохих героев. Ну, вот, да. Леон был в 12 играх. В 11 Феникс. В 10 Лина. В 10 Тролль. В 10 Акс. В 10 Клокверк. Снайпер 9 и 8-1 имеет статуи. Шейкер 9. По-прежнему, по-прежнему у нас 100% винрейт имеет Никс. И по-прежнему 100% винрейт имеет Тренд Протектор. А и Брюмастер имеет 100% винрейт. Лол. Да, Брюмастер, Никс и Тренд пока еще не проигрывали в Доту на этом лане. Снайперу только сейчас поганили. Да, снайперу только сейчас поганили стату. То есть отныне у снайпера есть поражение. Ну что ж, забанен Чен. Ласт пик Вичи Гейминг. Давай. Дазл. Ну, варианты. Дазл, Кристалл Мэйден, Леон. Ну, скорее всего, это... Ну, Дазл очень хорош, да. Согласен. Дазл невероятно хорош. И против Лины, да против всего вообще. Да я не знаю, играют они через Дазл, или нет? Ну, что не играют. То есть это не факт, что они через Дазл не играют. Что не играют? Чего там спрашивают? Он тебя байтит, байтит тебя. Говорит, проснись. Ты его можешь на сцену такое показать. Так, ну только это будет немного хейтерно. Ты что-то овнишь? Слышишь, ты договорился по-любому. Вот это я... Я просто заовнил. Я настолько жесткий. Да ты в перерыве с ними поговорил, скажи честно. Я знаю эту страту просто. И в чем страта? Четыре новых героя берешь, которых никто еще не пикал. Они не знают, что против них делать, да? Они забыли какие-то там скиллы. И в Вингу. И все. Четыре новых героя Винга. Хороший пик, очень хороший пик. Да, мне очень нравится пик, на самом деле. Ну, Дазл заходил лучше. А я читал, Crystal Maiden. Может, просто Аркана есть, и надо показать. Да, и можно крипов в лесу убивать. Колбы, тоже удобная штука. Можно из-за этого взять. Ты, типа, реально хочешь пофармить? А еще Аура есть. Ауру, можно не качать ее. А что Никотландии взяли, в конце концов? Ужман дает. Give me mana. Темпларочка для Феррари. Мне нравится пик инвиктус гейминг больше, я скажу честно. Не, по-моему, Айс 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 А сплавила просто под конец. Прям жутко сплавила. Ну, то есть, Phantom Lancer, Тайд, это еще куда не шло, но Crystal Maiden, там, Мэн Вокер. Ты сам советовал? Они тебя послушали? Я молодцы. Авторитетное мнение, вообще-то, они подслушивали. Я, Вилат, Шарит, Вилат пожил, стих на музыку положил. То есть, я все знаю. Хорошо. Ну что, сейчас у нас начнется третья решающая, ну и последняя на сцене игра сегодняшнего дня. Параллельно Cloud9 против Tinker тоже играет вторую игру своей серии. Здесь у нас, правда, третья игра серии, там вторая игра серии. Вот сильнее меня насчет пика цемки удивился только Fy, я уверен. Он вообще не понимает, что произошло. Он такой, что? А что это? Crystal Maiden? Я должен играть на этом герой? А вы, знаешь, вот это первый вопрос. Ты знаешь, какой у него мувспид вообще? Сапогом 330, братан, 330. Карл. Карл, 330 мувспида, Карл, ты понимаешь? Они мне говорят, иди в сложную. Овня тфая, походу, статую ему пытаются попортить. Слушай. Он, походу, что-то сделал плохое. Слушай. А он идет в сложную. Да он вардить идет. Он поставит вард сапогом и уйдет оттуда, смотри. Потому что если он здесь останется, я шокирован буду. Конечно же он идет ставить вард вот сюда, чтобы заблочить спаун. И сюда пойдет Тайтхантер, это однозначно не особо. Слушай, эту собаку отключить как-то можно? Да, ее можно отключить, ее можно снять, по-моему. А я ее могу отключить. И надо перезаходить в доту при этом. То есть ему надо будет сейчас дисконнектнуться и зайти, чтобы она пропала. Она реально так вымораживает меня, эта собака. Прям очень вымораживает. Она еще лает. Я знаю, это меня вымораживает еще больше. Не лает, не кусает. Слушай, она там остается. Да, она не будет стоять, но это нереально. Но это бред. Она по воде мочит, смотри. Она плывет. Морозит воду, морозит. Что же, супер. Супер выходит в сторону Раши. Она бидит Чуаня, бидит Луо. Голубочко. Не качал. Не качал. Так прокачай. В чем проблема-то? Ауров качает. Меня очень раздражает эта собака. Мне кажется, что это какой-то кабан без мастера просто. Не. Был бы Каспер, он сказал бы, а ну и мишная. Она очень бесит. Прям очень бесит. Я бы просто вообще уволил бы человека, который сделал этот сет. Просто уволил бы. Человек уже... Я бы не то, чтобы Аркана ему не дал. Это даже не Uncommon. Это... Купается в шерсти хаски. А есть что-то хуже, чем Uncommon? Нет. Common. Подожди, что лучше, Common, чем Uncommon? Я знаю, что есть хуже. Что? Ключ от сундука в CSGO. Потому что когда ты открываешь, падает вещь за 30 копеек за 150 рублей. Это топ-разводняк. Круто же. Это не круто. Почему? Я не понимаю, почему падает вещь дешевле 150 рублей. Ну, так должно быть, наверное. Так не должно быть. Ну, не покупай. Да, блин, я уже завязал. Обычно мне скидывали просто, но я понял, что это разводняк дикий. Так, ну что, у нас Super против Ferrari, тем временем, в миде. Так, у Super 2.0, у Ferrari 2 на 2. То есть тут, конечно, Ferrari будет стоять и будет стоять довольно уверенно. Я уверен, что у нас будет квасовексовский инвокер. А в этой игре это абсолютно очевидно. То есть сжигать ману и поднимать, это вообще то, что надо. Супер таки будет делать. Посмотрим, конечно, как дальше там с левелом пойдет. То есть, ну, в начале футклассовекс, там посмотрим. И аура, и аура. Аура это уже хорошо. Айс может на топе спокойно анчер смешить. Луо, если подставляется под анчер смеши, то ему сразу становится невесело. Поэтому Луо стараться надо подойти анчер смеши, не подставляться. В лесах у нас ЦМка делает то, что делает ЦМки в лесах. На втором левеле герой наносит больше всего дэмэджа, кстати, в доте. Нету ни одного, который бы наносил больше, если я не ошибаюсь. С руки особенно, да? Сорок дэмэджа вот эти. Смешное количество. Ну да, в смысле смешное. Ну, сорок дэмэджа с руки. С руки, да. А то со сплоу много. Ну, со сплоу? Сорок, ну, у миньора меньше. Ну, вообще, да. Причем миньор стреляет с базуки, если что. Да. Это самое... Что ни на есть смехотворное, что ли. Нереалистично. Да? Вот тролли, кидающие топоры, это реалистично, бесконечные. Да? Уходящие в инвиз баунти хантеры, это тоже реалистично. А вот выстрел с базухи на 36 урона или 30 урона нереалистично? Нереалистично. Абсолютно нереалистично. Ладно, спокойно у нас началась игра. Фармит себе спокойненько Бёрнинг. Ну, как спокойненько, вообще-то спокойненько это не назовешь, как бы. Что ему против Фантом Ланцера. Но у него 11 на 6 имеется Кривстат, это хорошо. Фантом Ланцер 7 на 1. И вот Фантом Ланцеру сейчас станет, конечно же, проще. Постоянно возле него будет называться Фа и Финрир. Постоянно будет суппорт. И самое главное для Хао это время. Время это и возможность вынести нужные артефакты. Он вынесет, он вынесет однозначно. Ему саппорт, мы видим, помогает неплохо. Вот тут Бёрнинг тоже подставляет, сразу же получает копье. Ну и у нас фактически стоит классическая трипла против классической триплы. То есть стоят две триплы. Никто никуда не гангает, никто никуда не ходит. Бёрнинга просто тупо протекти два человека. Ну и на самом деле есть небольшой бонус в виде цемки у триплы вичей гейминге. Потому что маны много. То есть если им ещё какую-то базилку на лейн собрать, они вообще там постоянно сплаве могут закидывать. Ну и у Супера тоже маны для бесконечной игру, грубо говоря. Он просто может по Феррари постоянно что-то кастовать. Клуб снайпки какие-то. Айс 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 тоже вот этот. Стоит 1,9 регена. При том, что спелл стоит 30 маны. Ну да, у тебя вечная мана просто. Вечная. Ты можешь кастовать, он в два кракенчайса чем-то качнул. Ну не знаю зачем. Крепов на себя танковать. Ну может быть, может быть. Действительно Айс 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 свою линию сейчас выигрывает. У него 19 на 6. У него всё хорошо. Он лоут, может гонять. Он режет ему дэмэдж. Он бьёт из руки. Его лоу практически не пробивает. Мы видим. Поэтому Айс Айс Айс, в принципе, абсолютно плевать на происходящее. И вот Айс Айс Айс, конечно, пику ЦМки должен быть очень рад. Потому что для него это прям супер. Да, все рады пику ЦМки, кроме Флая. Кроме ЦМки, да. Кроме ЦМки, да. Все рады очень. Слушай, а прикинь, ЦМка выиграет доту. Просто возьмёт ЦМка и выиграет. И сделает рэмпэдж ультимейтом. А прикинь, сделает рэмпэдж без ультимейта. Колбой. Колбой. Одной. Одной. Просто одной колбой. Заколбил. Да, то, что надо. Так, пятая минута игры. По-прежнему Айс 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 стоит на линии. Просто смотрю на него. У него реально не кончается ни мана, ни хп. Два маны в секунду регенит. Пятый левел. Ну, базилка появляется у Хао. То, о чем я говорил. То есть теперь с маной вообще проблем нет. Да, да. Три маны в секунду. Прекрасно. Копьё у нас сколько стоит? Нет, копьё дорогое. 130. Но в любом случае каждый 30 секунд можно разминать. А с учётом наличия стиков... Стой, бросай. Да, стой, бросай. Всё нормально. Фарми, бросай, фарми, бросай. Копьё будет четвёртого левела. Вообще беда. Лина с одного копья пол хп будет там терять бедное. Ещё не так попу стать. Финрир и Фай просто стоят. Они никуда не идут. Они никуда не будут нестись. Они будут просто стоять вот так вот и ждать нужного момента. Они понимают, что гангировать мид смысла нет. Эта Ланая её убить можно только если очень много приложить труда. К тому же это уже 6-й левел Ланая. То есть это уже довольно напряжная Ланая. Да-да, рефракшн пробить очень трудно на таких минутах. Тем более они прекрасно понимают, если они уйдут хоть на минутку, то Хао останется здесь без фарма. А оставлять Ланцера без фарма смысл пикать Ланцера тогда? Да, это абсолютно бессмысленно. То есть Луо, Луо, Финрир поздно чекает. Проблемы у Финрира. Поднимает его. Тут Сэмочка, где стп, Финрир поседает, ФП потерян. Айс, айс, айс! Минус 2. И Бернинг никуда отсюда не уйдёт. Хоубочка. Аньчур, смэш. Минус 3. Айс, айс, айс. Брависсим, будет Торнада, будет Торнада по фейту. Будь Торнадо, либо Колснап. Торнадо же есть же, есть же. же есть же у тебя же торнадо же есть же супер же же пойду же лучше бачер бащер куплю да браво сайс отличный т.п. отличный рвейдж вовремя четко правильно 3 ситуация была очень похожа на ситуацию в предыдущей игре когда он играл на фениксе но в тот раз и не было т.п. а сейчас он сделал все очень-очень верно молодцы вич и гейминг хороший бой дали и хорошо там стили за форсблат в исполнении энрикус и самоважный медиа и проблему супер в медиа торнадо отбивает про это ликовато же зашел феррари далековато феррари получает там выберут фараре карл кристалл мэйден понимаешь я поиграл мэйден я куда ты прешь я от и один вся твоя команда уже псыкнула и пасанула назад бежит неуязвимый феррари неуязвимый ты понимаешь кристалл мэйден меня убила кристалл мэйден ну типа я не понимаю то если идти то всей командой есть кому потанковать у вас как бы есть spirit breaker в команде он я слышал с щитком потолще будет чем ну да короче она без ничего устали возможно пичи может быть устали хотя они ездили в отель и они играли в зале серы спокойно ай джи я имею ввиду это посмотри как фейту больно ты посмотри какому больно это какого ловла копье извините третьего еще а щабу четвертого щабу четвертого опять-таки можно вопрос да почему spirit breaker разгоняется на ранжового крипа так надо потому что так надо витя так надо я в принципе мне хватит от ответа я не хотел большего ничего параллельно матча cloud nine на второй карте введут уже около 15 тысяч голды и скорее всего cloud nine выйдут в финал лузеров тим тинкер займут четвертое место ну игра еще не закончилась вы можете параллельно включать на канале starlader 4 обязательно смотрите трансляцию что там происходит это последний мальчик который из параллельных все остальные уже матчи у нас будут такие только на сцене все остальные этаж 2 которые останутся на завтра в 11 в 14.00 по бухаресту киеве и москве время одинаковое везде ну что смотреть тайт собирает мекку я так понимаю правильно довольно таки странный выбор но ладно хотя при наличии ценки с манрегином мека нормально заходит если в обычной игре у него может не хватать немного монополу на все это дело с тем очки то как-то выкинуть разгон на кого на тайт хантера вовремя пасану войдет не совсем на тайда бежать чайно таверта не ли это нет смысла чуань по лавила там у нас векс векс у нас четвертого лавила 3-го лавила квас восьмой левел вообще супер бежит сюда на него луи проблема огромная супер успеет выдать кто-то торнадо у него всем кулдауне супер мезер страйк есть тп есть там хорошо супер живой супер тут же у нас кау но погибает и еще и рэвич по феррари цепляет еще также фейта это два в один cм к обрывается на фейта тут же у нас доппельгангера хао минус фейт 3 1 3 снова 1 3 очень наглые атаки очень наглые вот они прям знаешь они выбирают таргет и несмотря на то что он уже давно нырнул вроде за тавар так далее его уже выбирают по таварам и бегут туда почему непонятно ну блин попробуйте найти где-то кого-то загулявшего через мол кого-то брык брык да так и нужно сделать а почему прямолинейно в лоб может реально устали ну это их личные проблемы тайна конечно круто это мало кого волнует фай тем временем почти мидос я наформил в лесу на крест на кристалл мэйден продолжает себе фармить цемочка у нас ой 3 цемочка рубик вынес себе тем временем чуань аркан тапки тоже неплохо не нет штабла у чуаня пока то есть надо мы в этот шестой побыстрее где-то там цепануть и на низ на низ перемещается виктус гейминг 10 минут игры до клаудай выиграли клаудай выиграли клауднайн занимают минимум уже третье место третье место не старладдере уже было помните когда с магом они играли этот раз хотят конечно же получше но завтра мы увидим клауднайн против того кто проиграет в этой игре либо айджи либо вичи ну тим тинкер четвертое место я думаю это достойно я думаю это в принципе не плохой результат для них ну почему будет есть вам торнадо есть разгон айс 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 ультимейта пока нет еще долго проблема фенрира и вас грила пейт ультанул это уже минус 2 очень быстрых стоянка убили проблема у айса супер пытается отбиваться отлично и гмп абсолютно по всем айс 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 как же танкует этот айс 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 супер встань айс вообще пофиг нам на происходящее распакивает супера так есть у нас хао вот он оттп от хао хао прилетает супер очень живучий хао убивает феррари первую очередь дальше надо ловить еще кого-то вот он и флай прилетает дает полу по троим тем к здесь мешает пошла колба есть плевок в ло ло минус берлинг дерется до конца тоже погибает и супер убивает чего не а это минус 4 а кого забрали цемку и вингу блин это кстати плохо потому что у него почти был видос а пофиг у него восьмой уровень если что на 12 минуте я сейчас беру тавар у айс 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 а есть мега который он юзо и у него 11 уровень и через 1000 будет даггер а хао то вообще в шоколаде посмотри на него и у барабаны аквилы и пт он весь статовый такой если ты пашечка у нас слона и феррари надо быть очень осторожным бежит конечно с аппарат рум вообще нон-стоп хотя драться ты понимаешь но товарищ надо отдать фрари пока не нападает стан пахао хао хао пропадать топельгангер хао тоже появляется в ревч опять великолепный лу и двоих ловит боже правительство там чего не украли конечно и через меш айс 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 мертоносен мега килл уже у айса 507 отличная гранта лично игра на цель реально же сделает все да эти рэвид же по троим троим двоим предотвращающие ганги и ничего не могут делать если на второй карте у нас на 12 минуте было уже полное полное преимущество команды айджик сейчас мы видим все абсолютно обратно м к но вы дает а почему не колбу в чуане маны по мне было да хватало на что-то одно хотя мне кажется колбу полезнее было бы ну это если нырять за ним пайт с бернингом пвп просто просто повод по тавером эффективно вообще пофиг омон не пробивает конечно берлинга фейзе аквилы топор он подочерд смешен ничего не наносит айс 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 а вот плит мэйл он просто купить шива или кираса не важно что он купит его не знаю как его будет убивать ему да и тут обсуждает я слышу здесь год вместе с люди что блин он могу взять блин было бы веселее но него не взял и у пофиг он хочет идти ему не надо блин для того чтобы хорошо просто идти быть в лицо он будет идти в лицо хочет бей вот и не наносишь урона а я буду идти и он тратя меня ману но получается все отлично что же в миде там тем временем какой-то экшен пробежал сквозь алилим пера спалили в умов бежит умная сесса ну так пусть бежит же сесса не против так то есть по ноль и супер флагунка и супер минус дожди супер стоп инвиз да ладно и пейт погибает боже как четко играет фенрир хао забрал тем временем тролля где-то по дороге а вот он хао хао на феррари чуань тоже тут умрет феррари пытается убежать спрятаться тут вард фенрир даблкил 3-0 супера все-таки цепанули цепанули не знает нет не пошел с дабельгангом его добежал добил пусть будет решили сейчас хао и команда у хао есть дд на рошана эти нет смысла рановато еще хао хао сейчас будут диффуза я так подозреваю нет хао летит нет это не хао ничего нет у него просто хватает сейчас на 1 лейду фалакрити вот он цепляет си а что по мане по мане ездить стиков разгоняйся ой как здорово пенрир останавливает просто в лоб ему этим станом и это очередной минус как же круто он играет до dominating кухао фенрир вообще саппорты команды вич и гейминг отыграть до всякого вич и гейминг отыграет великолепно просто вся то есть да иногда поступливает супер иногда что там неправильно вкастовывать или правильно но не до кастовывает но в общем в общем какие-то претензии там цемки так какие претензии к цепи у него нет ворс лучше чем у всех героев команды айджи вообще-то у него мидас что начать бёрнингу решила лицо разбить его сварю на этом так стоит рядом и четвертый но вторая она разобьет ему лицо в соло стрите нова нет а там минус всех убили короче просто зашли всех убили рэвич даже не был кастован как это вот просто просто забей они просто идут и топчут а у него все у нее сейчас будет у нее диффуза сейчас будут они ему ничего не сделают просто с диффузой будет убивать любого героя за полсекунды с проблем цен к там тем не бросируется становится жирнее тайт хантер тем временем 1700 уже имеет после плейт мэйла invoker 270 голды что у инвокера есть уже oblivion став диффуза летят тем временем к хау ценка обошла тролля тем временем поручил я хочу пвп от фая с кем-то я хочу чтобы это цен как будто развалило лицо она реально развалит я что-то завалил на одиннадцатом она вообще развод минус бёрнинг его просто свапнули и убили по-моему айджи вы проиграет эту игру по моему не проиграют царе разгонная файя если успеет дать колду супер спалил супер дал инфу фай улетать надо фай улетает все чутенько легкие супер бежит в инвизи пытается поймать да у него нету сайланса он пытается поймать кого-то вот так вообще на лоховскую то есть может кто-то где-то гуляет у него рядом уже имеется фенрир который может и при подсвапнуть уже забирают время т2 боже что вообще происходит ничего не сейчас пойдут и заберут еще одно т2 потом еще одно т2 и в итоге денег у них будет очень на собирает медальонов кура шаг отчаяния медальку но готов медалью именно сидел до ланс оружие 14 всяких медасов и прочей гадости обратная сторона точнее обратная игра предыдущей она до боли напоминает предыдущий 509 ухау и остановить его очень трудно network свыше в два раза это ну копия предыдущей игры только в обратную сторону супер сбрывается по стали сентрина супера что-то украли у него украли торнадо торнадо хорошие но торнадо не в того кого надо ло уже без маны ло уже погиб цемка обставить словить она просто мимо лоха забил просто забил не он находится фан чуань чуань колба каш сожалению это больно наблюдать за тем что делает сейчас с айджи но также больно было наблюдать за тем что делали на пичи на прошлой карте их просто испепеляли и это означает что коллективы то в принципе практически равны да и все зависит здесь от стратегии но четыре героя которых вообще ни разу не брали на этом турнире ни разу за по-моему около 30 игр которые жадования были сыграны там ни разу у нас не было не фантом лайнс и тайда тайда карл тайда ну то это вообще раньше априори всегда появлялся может это красная кнопка потом вы перестали пик и царе берлинг потеряла ровно половину хп с одного влюда айс 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 хочет шивка шивка рэвич по четверым минус пейс берлинг и пожив хао копьем в лу и гбп 19 минут 19 минут и вичи гейминг в гранд финале вичи гейминг гранд финале вичи гейминг будет играть с победителем рамы туалет и бумагу достает сразу у нас пин рир я видел там то что надо а вот у нас сайс сайс довольный по нелизе то это не реверджировал 20 человек за 20 минут чего не радоваться что не радоваться отлично игра вот идет фенрир супер сайс сайс пожимает руки они ребятам из инвик туз гейминг действительно хорошая игра действительно хороший финал венерованно сказался берлинг очень недоволен берлинг жутко недоволен вот пожимает руку берлинг ребятам но он жутко недоволен действительно а сайс берлинг ребята с одной команды хао обнимашки хао обнимашки всем делает хао счастлив добряк хао прям добряк добряков 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 а